МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Александр Левый. Александр, добрый день. Добрый день. И общественник, руководитель общественного центра по борьбе с фальсификатом, председатель объединения потребителей России Игорь Болбат. Игорь, добрый день. Здравствуйте. Александр, давайте с вас начнем. Мы знаем, что совсем недавно Роспотребнадзор провел проверку. В 89 школ сходил и обнаружил, можно сказать, многочисленные нарушения, оштрафовал операторов питания более чем на 100 тысяч. Я знаю, что вы тоже проводили свое расследование, свою проверку, тоже выезжали по школам, смотрели, как питаются дети. И к чему пришли? Ну, в первую очередь, хотелось бы начать с того, что все мои проверки, которые мной проводились, они не просто так родились. Дело в том, что я дипломированный специалист в этой сфере, инженер-технолог предприятия общественного питания. И, конечно же, избравшись в городской совет, с первых дней занимаюсь этим вопросом. Много, на самом деле, что сделано, но, к сожалению, то есть по сей день те проверки, которые провожу, оставляют желать лучшего. Так и вот в очередной из проверок по школам города Красноярска побывал я в школах у всех трех операторов, которые осуществляют питание детей в школах. Выявил у всех нарушения, но к одному оператору они были особенные. Потому что то, что было обнаружено мной, это серьезные вопросы. И в них, которые я их озвучивал на комиссии городского совета после своего расследования. И вот получил совсем недавно подтверждение с Роспотребнадзора, что действительно все, что было обнаружено, имеет место быть. Что за нарушения и кто нарушитель-то? Ну, речь идет об организаторе питания с ООО «Кулинар». Он осуществляет питание в 17 школах нашего города. Это центральный октябрьский район, центральный железнодорожный район нашего города. И там были такие серьезные нарушения касаемо организации самого меню. То есть там в самом меню, изначально которое разрабатывает оператор питания, которое потом в последующем проходит согласование у нас дирекции школьного питания, и дальше заверяется руководителям каждой школы, были допущены серьезные нарушения, которые разнятся с нормами санитарных правил. Вот, к примеру, то есть дети, которые у нас питаются с 1 по 4 класс, это вот по указу президента, так называемые путинские завтраки, да, которые питаются за бюджетные средства, то есть там фактически нарушения, то есть вот возьмем яичное блюдо, я вот выписал себе, если норма яичного блюда идет у нас 150-200 грамм, то фактически мы получали 120 грамм. Это в меню, точнее не то, что фактически, еще на тарелке непосредственно. То есть не в тарелке, а в документах. Это в документах, которые утверждены. То есть получали мы фактически 120 грамм. А если мы говорим про холодные закуски, которые санитарные правила нам говорят, что должно быть от 60 до 100 грамм, то есть фактически мы получали 20 грамм. То есть это разница в 70%. Я считаю это серьезное нарушение. Это мы говорим про детей с 1 по 4 класс. Также у нас питаются дети за бюджетные средства, это с 5 по 11 класс. И здесь ситуация еще хуже. Напомнить надо, что это дети, которые с 5 по 11 класс питаются бесплатно. Это у нас, получается, дети из малоимущих семей и дети инвалиды. Так здесь ситуация следующая. Вот как пример выписал, да, по супам 250-300 грамм. Это то, что должно быть, то, что прописано нормой СанПин. Фактически 200 грамм. Второе блюдо, то есть одно из, скажем так, самых дорогих, мясные, рыбные, да, то есть это второе блюдо. Норма у нас 100-120 грамм. А фактически мы в меню, то что видим, это 60-90 грамм. 40%. Вот. То есть недокармливать детей. Недокармливать детей – это одна сторона. Вот. Понятно, что меню это разрабатывалось не в один день, и оператор точно знает, как его разрабатывать. Понятно, что само меню – это и есть экономика этого предприятия. И, ну, допустив вот это, то есть, ну, не допустив даже, а заложив вот такие цифры, такие показатели, да, то есть, а далее пропустив на двух этапах контроля, то есть, ну, у меня вопросов меньше не становится. Игорь, а как так вообще получилось, что вроде бы СанПин указывает, что в первом блюде должно быть там 350 грамм, а оператор самовольно решает, что мы заложим 200 грамм? И непонятно еще, что в тарелке-то, по сути. Может, там вообще 150? Я хочу сказать, что, понятное дело, это распространенное явление, что где-то кто-то не докладывает, где-то кто-то на чем-то экономит. Но здесь мы имеем, так сказать, видим о том, что изначально заложено на уровне документов, на уровне меню, на уровне нормативов недостаток. То есть у нас получается с вами что? У нас с вами президент Владимир Путин предложил всех кормить бесплатно в школе. Почему это было вызвано? Это было вызвано потому, что 20 детей приходят в школу в первый класс больных, выходит из 10 класса 80% больных. Питание имеет большое значение, важное значение. И теперь у нас с вами, то есть фактически вот это вот питание, призванное сделать детей здоровым, убирают салаты, убирают мясо, добавляют вермишель, добавляют каши. И если говорить вот о той же Галине Зенич, директору Кулинар, она, знаете, сделала, ну, для меня это шокирующее заявление, она сказала, что местные производители слишком жадны. То есть слишком дорогие продукты наши, красноярские. Поэтому она берет, так сказать, привозные, подешевле. И когда я этот вопрос на уровне совещания поднял, где было управление образованием, здесь были другие представители других организаций, Зенич сказал, а с документами все в порядке? Какие вопросы? То есть, ну, жадность, так сказать, предела не знает. Да, с предпринимателем все понятно, они максимизируют свою прибыль. А вот контроль? Контроль. Раньше Роспотребнадзор был обязан заверять, проверять это меню, считать, сколько белков, сколько жиров, чтобы оно не было слишком углеводистым, чтобы оно было здоровой. Это завтраки, обеды, полдники. Сегодня нормативы освободили от того, чтобы Роспотребнадзор это все заверил. Сегодня это разрабатывает организатор питания, согласуется с директором школы, и у нас это согласуется с МАО, с центром питания. То есть вот такой вот небольшой междусобойчик получается. Я бы здесь добавил, конечно, то есть у нас вот в этой ситуации, да, понятно, что директора, ну, они не имеют специалистов. Не специалисты, да. И, конечно, когда создавалась у нас организация, дирекция школьного питания, то есть ранее центр питания, это было в помощь. И они должны были, соответственно, то есть мы у главного управления образования, то есть часть функций они забрали, то есть они организовывают конкурс, его отторговывают, и дальше производят контроль. Там есть специалисты, там с первых дней работает специалист, заместитель директора, которая, по сути, и должна это все контролировать. И они действительно есть у операторов, есть эти претензионные работы, корректировки меню, то есть эта работа ведется. Но почему здесь это было допущено, ну, я могу только догадываться. Но все-таки вот система контроля не работает сейчас, получается? Она не работает должным образом. То есть я не могу сказать, что она отсутствует. То есть работа ведется, но она ведется недостаточным образом. Потому что мы на комиссии, на предыдущей комиссии по социальному развитию, после как раз моих проверок, после анализа этих проверок, то есть когда уже факты были для меня понятны, вопрос поднимался. Были представители главного управления образования, были руководства дирекции школьного питания, они тоже рапортовали. То есть у них было там порядка сотни проверок, но, к сожалению, результат никакой. Я прошу прощения, но вот согласитесь со мной, меню – публичный документ. Согласно закону об образовании, он лежит на каждом сайте каждой школы. Роспотребнадзор, приходя в школу, должен проверять все. Или он так вот тут видит, тут не видит, что ли? То есть если Роспотребнадзор хоть раз, хоть в одной школе был с этим меню, он должен был заметить. Он не заметил? Так получается. То есть вы считаете, что Роспотребнадзор обязательно в этой схеме контроля должен быть? Конечно, конечно. Нет, смотрите, это на самом деле серьезный, огромный надзорный орган власти, федеральной власти, который как раз вот и призван для того, чтобы контролировать качество, чтобы не допустить отравлений, не допустить инфекций, вспышек различных. И ни мы, общественники, ни депутаты, Роспотребнадзор не заменим. Мы даже вот не беремся, знаете, там, претендовать на это право. Наша задача их заставить работать на самом деле. Вот они это должны делать, это их ответственность. Если меню не соответствует, это Роспотребнадзор виноват. А кто еще? А кто должен проверять-то? Родители, что ли, должны? Родители вот это вот возьмут, они разве поймут, откуда они знают нормативы? Роспотребнадзор, их все знают, эти СанПины, наизусть, прямо скажем. Ну вот добавлю, то есть, как получилось и почему Роспотребнадзор, собственно говоря, ответил так, как и должен отвечать, по сути, всегда. После моих проверок в мой адрес депутата от директора поступило обращение в мой адрес. От директора Кулинара? От директора Кулинара, да. Я получил обращение официальное, там указывалось на то, что невозможно новый СанПин, который вот с 21 января 2021 года действует, то есть все четыре положения, все четыре приложения к этому санитарным правилам невозможно осуществить. Я думаю, ну, раз такое говорится, то есть организаторам питания, думаю, ну, у меня было, конечно, на это свое мнение, но я думаю, раз такое обращение поступило, надо, собственно говоря, вопрос и задавать непосредственно главному санитарному врачу, за чьей подписью действующий СанПин сейчас мы осуществляем. Федерально. Что? Попова, я имею в виду, главный санитарный врач Российской Федерации. То есть я соответствующее обращение подготовил, прикрепил обращение данного оператора, то есть давайте в этой ситуации разберемся. Ну, понятно. Плохие СанПины или нет? Да, то есть промежуточный ответ, который я получил от санитарного врача главного, то есть там было указано, что все нормативы, которые сейчас действуют, они все обоснованы научно. То есть это большая работа проведенная, то есть они подкреплены наукой. И далее было спущено уже на Краевой Роспотребнадзор, в плане, ну, вы посмотрите, что там не так с меню. Вот. И от Краевого Роспотребнадзора, то есть я получил данный ответ. Время, к сожалению, у нас подходит к концу. Игорь, давайте завершать. Вот как считаете, а что делать вот с такими операторами питания? Вообще в целом с системой, которая не способна нормально контролировать питание и работу, работу кухонь? Я хочу сказать, что зависит все от нас с вами. На самом деле, публичность, гласность, если об этом будут знать все, я считаю, это главный инструмент, главный, так сказать, залог того, что будет все нормально. Вот мы с вами поговорили, где-то кому-то сегодня, завтра, может быть, и выговор влепят, и я уверен, в ближайшее время все должно наладиться. Дальше будем опять следить, и где-то какое-то нарушение, мы опять сделаем свое дело. Хорошо. Александр, тот же вопрос, что делать, как наладить систему контроля, ну и что вообще делать вот с этими операторами, отстранять, штрафовать? Ну, касаемо операторов, то есть я думаю, что это уже полномочия надзорных органов, выводы они сделают, то есть я очень надеюсь, что соответствующее решение мы увидим с вами, и это будет серьезный прецедент для того, чтобы в будущем был стимул у операторов. Вот, ну, контроль, контроль и контроль. Вот насколько можно контролировать, контролировать, это родительский контроль, это общественный контроль, это депутатский контроль, ну и, соответственно, люди, которые получают зарплату, я говорю про надзорные органы, конечно, они должны оставаться, и должны в первую очередь они уделять внимание таким важным проблемам, как питание в школах и детских садах нашего города. Еще минутку у нас осталось. Мы целых две инструкции сделали. Да, инструкции. Вот смотрите, у нас в 21-м году, помните, отравились массово дети в Октябрьском и Советском районе. Как вы считаете, система сейчас работает так, чтобы это не повторилось, если коротко совсем? Коротко. Родители должны контролировать, если им не все равно. Никакой гарантии никогда не будет, что не повторится. Вот чего бы ни было. Даже если с завтрашнего дня Роспотребнадзор начнет работать нормально, организаторы начнут работать нормально, всегда может произойти все, что угодно. Где-то на каком-то этапе не сработает кто-то. И поэтому, правильно, я с Александром согналась, контроль, родительский контроль. Я говорю, вот мы подготовили инструкции для родителей. У кого есть санитарная книжка, чтобы зашли в столовую, проверили, как готовят. У кого нет санитарной книжки, взвесили еду, проверили документы. То есть есть свои методики, технологии, которые не дают расслабляться организаторам питания. Александр, что думаете, коротко, как застрахованы ли мы от этого или нет? Ну, об этом сейчас говорить, к сожалению, нельзя так, что мы застрахованы полностью от этого. Я знаю, что операторы сделали определенные выводы для себя. Я знаю, что в этом направлении и надзорные органы дополнительную работу постоянно ведут. Вот касаемо того, что было, дополнительные ведутся. Но у нас, видите, появляется не одно, так другое. То есть, к сожалению, работающий много. Хорошо. Время, к сожалению, нашей программы подошло к концу. Я напомню, сегодня мы беседовали о проблемах школьного питания. До сих пор сохраняются в этой теме и недосказанности, и какие-то проблемы нерешенные. И далеко еще от идеала, как говорится. Но вместе с общественностью, депутатами, надеемся, что и эту проблему удастся решить. Спасибо, что были с нами сегодня. Субтитры подогнал «Симон»!